В дороге я не могу не думать о том, как обстоят дела у представителей подводной фауны, особенно у китайских осетров и веслоносов. Эти огромные хищники десятки миллионов лет бороздили просторы Янзы, от устья реки до нерестилищ в верховьях среди гор. Но в наши дни численность этих проходных гигантов достигла критически низкой отметки. Что касается причудливых китайских веслоносов, возможно, они уже вымерли. Ученые винят в исчезновении веслоносов многие факторы, включая чрезмерный вылов и загрязнение. Возможно, сильнее всего на их судьбу повлияли огромные строительные проекты вроде этого. Это самая масштабная бетонная конструкция на Земле, более известная как ГЭС «Три ущелья». Строительство началось в 1994 году и продлилось 17 лет. Первый год после запуска ГЭС «Три ущелья» стал последним годом, когда кто-либо видел китайского веслоноса. Вопрос в том, уцелели ли эти легендарные существа хоть где-то. Человеку, с которым я встречаюсь, выпала сомнительная честь стать последним, кто видел живого веслоноса. 15 лет назад профессор Ки-Вэй-Вэй узнал, что некий рыбак случайно поймал огромного веслоноса. Ки-Поторопился туда и сделал все возможное, чтобы оживить вымотанного гиганта. Затем окольцевал и выпустил обратно в Ян-Зы. Но, к отчаянию профессора, связь пропала. И рыбу больше никто не видел. Мы недалеко от плотины. В правительственном центре исследования рыбных ресурсов профессор Ки-Вэй приводит меня в невзрачное здание. Где вход выше? Да. И показывает нечто невероятное. Вот это да. Это не макет. Настоящая рыба. Это очень редкая четырехметровая особь умерла более 40 лет назад. Чтобы ее воссоздать, приходится призвать на помощь воображение. При жизни цвет был совсем другим. Этот нос, он как стекло. Видно, что там внутри. О, так он полупрозрачный. Да-да. Очень красиво. Это сокровище. Сокровище. Вы верите, что они еще сохранились в реке? Надеюсь. Надеюсь, да. Похоже, профессор Ки-Вэй одержим рыбой, которую в последний раз видел живой более 15 лет назад. Должно быть ему больно от того, что технологии, призванные сохранить этот экземпляр, полностью уничтожили ее ДНК. Без этого генетического чертежа рыбу не вернуть даже науке будущего. Это был хищник. Вы нашли в его желудке рыбу? Да, крупную, не маленькую. Крупную рыбу. Хищника. Возможно, мы и потеряли китайского веслоноса. Но у второго доисторического гиганта в этом зале еще есть надежда. Продолжение следует...